Доброе утро! По-настоящему солнечные настроения возникают у детей, ведь они могут целыми днями гулять на улице. Взрослых же обязывает работа, так что делать, если теплых деньков становится все меньше? А вот летнего настроения до сих пор так и нет. Тогда читайте книги из нашего топа, о которых я расскажу в рубрике «Читай город». Первая книга, о которой мы поговорим, называется «Дом, в котором горит свет». Автор собрал героев в маленьком французском городке на берегу моря. Это целая история, диалог о любви во всех ее проявлениях. А еще о том, что неправильной любви не бывает, как не бывает некрасивых цветов. Новый роман Эльчин посвятил своей русской бабушке и всем женщинам, которые в его прозе похожи на красивых и смелых птиц, летящих на юг порою с одним крылом. Жизнь слишком коротка, чтобы жаловаться на разочарование. В этом убедился главный герой вот этой книги. Джонатан познакомился с цыганкой, и эта встреча стала для него роковой. Герой книги «День, когда я научился жить» проводит несколько недель среди гор и холмов на берегу океанов. В поисках ответа на вечные вопросы о смысле жизни Джонатан заново знакомится с самим собой. Встречи, странствия, приключения и самопознание в корне меняют жизнь и видение жизни. И саму жизнь. Ну и завершаем наш «Что» бестселлером Дженди Нильсон. Называется эта книга «Я подарю тебе солнце». В этом издании вы узнаете историю брата и сестры, которые стали самыми близкими друзьями на свете. Так было до тех пор, пока страшная семейная трагедия не разлучила их. Спустя три года они встретились снова. Какие испытания им предстоит пройти, чтобы научиться снова понимать друг друга? Это роман о дружбе и предательстве, творчестве и поисках себя. И, конечно же, о любви во всех ее проявлениях. Найдите уютный уголок в огороде или просто присядьте на лавочке в сквере с одной из этих книг. Я вам желаю приятного чтения. С вами была рубрика «Читай город» Алена Павлова. До скорых встреч.